Вот то, что случилось с Павлом Дуровым, конечно, зря он поехал по Францию, или там у него была посадка, чтобы дезаправиться, но так иначе, зря он приземлился на территорию Франции, несмотря на то, что он является гражданином этой страны. И вот его арестовали, ему теперь грозит 20 лет, каких только на него сейчас собак не вешают, а он всего лишь создал программу мессенджера, телеграм, и дает возможность людям общаться. Сократило расстояние, но многим спецслужбам это не нравится, и вот спецслужбы Франции обиделись на него, он не хочет с нами сотрудничать. И вот такая ответка. Что интересно, Франция, она же ведь за свободу слова, за все вот эти дела, конфиденциальность, превратность, все это должно быть. Но превалирование произошло в сторону безопасности. Ради безопасности они вот такое сотворили, что арестовали Дурова, Павла Дурова. Что интересно, Россия, государство российское выступило в его защиту. И вот эти слова, риторика, которая звучала в поддержку Павла Дурова, мне даже в какой-то степени показалось, что Россия 90-х годов, где действительно были какие-то свободы, а теперь же вот и опять эти свободы там наступили. Прямо аж такая проникающая речь. У людей есть право на конфиденциальность, на превратность, свобода слова. Это фундамент, вы должны выпустить. Вот она, страна демократическая, а толку от этого никакого типа того Франции. Отдайте нам Павла Дурова, он гражданин России. И я вот слушал эту речь, и действительно она меня заводила. Она действительно была... Было такое ощущение, сложилось, как будто Россия такая демократическое государство. Смотрите, что произойдет, если, например, Франция по запросу России отдаст Дурова России, да? В чьих руках окажется телеграмм? Это вопрос, да? А сейчас Дуров находится во французской тюрьме, и в чьих руках находится телеграмм? Вот демократическая страна относительно Франции, не относительно, а уж точно, чем вот Россия. Конечно, поспокойнее то, что он все-таки его там задержали, нежели если бы его в России задержали. Но лучше бы, конечно, Павла Дурова вообще не задерживали. Ну, надо было мимо лететь и не приземляться во Франции. Конфиденциальность и, конечно, превратность – это неотъемлемое наше право на свободу слова, на то, чтобы жизнь наша была неприкосновенна, превратна, чтобы никто ее не мог туда проникать. А через мессенджеры идет общение людей, личная жизнь проходит. И если, например, спецорганы тех или иных стран, не важно, Франция, Россия или других государств, сейчас извиняюсь, спецорганы тех или иных государств, Франция, не важно, да, будут иметь ключи, доступ к вот этой превратности, конфиденциальности, то, соответственно, вся ценность этого телеграмма упадет, и от нее начнут люди уходить, поскольку никто не хочет, чтобы кто-то там читал. Конечно, это наше право, это свобода. А свобода, она не может быть неполной. Она либо есть, либо ее нету. Ну вот, безопасность, она иногда наступает на свободу слова, наступает на наши права. И государство, целое государство ради некой такой безопасности пытаются попереть свободу нашу, и там, типа, вылавливать преступников и т.д. и т.б. Смотрите, что вменяют Дурову. Столько собак на него повесили. Сейчас я вам зачитаю. Обвинение, которое предъявляет Дурову. Соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных транзакций, организованной группой. Отказ, вот, самый главный отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенным законом прослушивания. Ну, а соучастие в обладании изображением несовершеннолетних детей, порнографического характера. Вот, что ему вешают. Соучастие в приобретении перевозки хранений или передачи наркотиков. Соучастие в организованном бандитском мошенничестве. В общем, ему грозит до 20 лет, Павлу Дурову. Я так думаю, что, скорее всего, у Павла Дурова, конечно, он богатый человек. Он наймет кучу адвокатов. Начнется вот это перетягивание каната. Его будут защищать. И вот, что интересно, наши власти казахстанские среагировали по поводу Павла Дурова. Павел Дуров, он, в принципе, сотрудничает с казахстанскими властями. И, кстати, неплохо. Кто-то говорил, что, ну, типа, там нету модерируют, не удаляют там порнографический контент. Ну, любой контент, который преступный. Нет, они занимаются этим делом. Это платформа. Сотрудники Телеграма. Ну, где-то, видимо, не поспевают, потому что платформа молодая, развивается. И вот для Франции этого оказалось недостаточно. Смотрите, что сказал цифровой министр Заслан Мадиев. Он выразил поддержку Павлу Дурову Мадиев. То есть, смотрите, от лица Министерства цифрового развития, инноваций и космической промышленности хочу подчеркнуть, что у нас сложился положительный опыт взаимодействия с командой Телеграм. Мы не раз успешно и оперативно решали вопросы, связанные с учечкой персональных данных, борьбой с наркотиком и пересечением других незаконных действий в мессенджере. Команда Телеграм всегда демонстрировала готовность к сотрудничеству ради обеспечения безопасности граждан, при этом оставаясь верной своим принципам защиты конфиденциальности и свободы слова, написал Мадиев в Фейсбуке. Ну и дальше он говорит, глава СССР подчеркнул, что в Казахстане Телеграм самый популярный мессенджер. Да, действительно, 12 миллионов пользователей. И в то же самое время он подчеркивает, мы понимаем важность сохранения баланса между безопасностью и свободой в цифровом пространстве и готовы продолжать конструктивное сотрудничество с Телеграм. Надеемся на, скорее всего, разрешение этой ситуации. Вот такая ситуация. Я так думаю, если политизировать этот вопрос, не идет ли борьба за саму вот эту платформу Телеграм между странами за влияние на вот эту или захват. Кто-то обвиняет уже даже, типа, что Гугл хочет, в общем, своего конкурента, своего подвинуть. Кто-то говорит, что Россия хочет захватить Телеграм. Он желает, ну, все возможно в нашем, в нашей маленькой зеленой планете. Все возможно. Но Павел Дуров, в принципе, он пожертвовал своей личной жизнью ради общественной. Из-за того, что, чтобы сохранять превратность своей платформы, конференциальность, он не мог уже ездить по странам Европы в Америку, потому что его могли бы там уже арестовать. Что и случилось во Франции, не знаю, зачем он туда вообще. Зачем? Ну, говорят, что для заправки срочно нужна была. И поэтому вынужден был там спуститься, туда приземлиться. И вот, он пожертвовал ради своей свободы, ради того, чтобы в этой платформе его была свобода. На конференциальность. Да, он сотрудничал со многими странами, но в рамках закона, не нарушая при этом, мне кажется, превратность. Хотя сейчас там обвиняют его, что он там с Путиным, там что-то сговорился. Но это все, знаете, и конспирология, мне кажется. Если бы это так было, он давно бы договорился и с Францией, и со всеми странами. Ключи бы пораздавал этим спецслужбам. И все, никто бы его не задерживал. Ну, тогда ценность самого телеграмма бы упала. Так вот, то, что его такая страна, как Франция, демократическая страна, задержала, арестовала, это лишь говорит о том, что он верен своим принципам за конференциальность и, в общем, за свободу. А Франция, да, она свободная страна, но здесь превалирует уже безопасность, типа того. Ну, это так на поверхности видно, да, они борются, они готовы жертвовать свободой ради безопасности. Но обычно, когда так люди идут или государство, ни того и ни другого свободы не получают, а безопасности тоже не бывает особо. Вот, ну, закроют, ну, телеграмм, закроется эта дверь, откроются другие тысячи дверей. И будут через разные другие источники реализовать свои те или иные идеи преступные. Вот, и коммуникацию осуществлять, это вообще не проблема в наш информационный век. Я так думаю, что, наверное, скорее всего, идет борьба за эту платформу, если уж туда глубже смотреть, смотреть глубже. А принципиальностью Павла Дурова можно, конечно, удивляться. Вот, ну, человек... Будем надеяться, что адвокаты его оттуда вытащат. Вот, что, и так же будем надеяться, что то, что его арисовали, это не политическое решение политического руководства страны, Франции. Что это чисто в уголовном порядке все идет. Если в уголовном, тогда его адвокаты вытащат. Это вообще не проблема будет. Поскольку он не нарушал, мне кажется, никаких законов, он не продавал, не сотрудничал с группировками преступными, неважно какой направленности. Он всего лишь предоставил площадку всем гражданам мира, миллиард пользователей у телеграм-канала, у телеграм-этоого мессенджера. И что он за каждого должен теперь отвечать? Если кто-то там не туда пернул, давайте хватать дурова и сажать его за это. Ну, это вообще, конечно... Так что давайте, выпускайте власти Франции. Не надо жертвовать свободой ради безопасности. Ибо вы ни то, и ни другое не получите. Ну, вот как-то так. Давайте, всем пока.